В США воскресят программу нейтронного оружия, первый заместитель главы Пентагона по исследованиям и разработкам Майк Гриффин полагает, что в следующие десятилетия одним из перспективнейших видов оружия в космическом пространстве станет нейтронная пушка, сообщает Дефенсионе. Направленная энергия это больше чем просто больше и лазер рассказал это важно. Мощные микроволновые воздействия могут привести к уничтожению электроники. То же самое с системами пучков нейтральных частиц. По его словам, в 1990-х годах США рассматривали нейтронное оружие для использования в космических противоракетных системах. Такое оружие, отметил Гриффин, может быть полезным в самых разных средах, а его использование не оставляет никаких доказательств на то, кто или даже что нанесло ущерб. Мы не должны терять свой путь. С рядом других технологий, работа над которыми была начата в 1980-х и начале 1990-х годов, и которые теперь доступны для возобновления. Я буду очень приветствовать иные подходы, которые не были в центре внимания в последние годы или последние десятилетия, заявил первый заместитель главы Пентагона. Инженер-физик Гриффин в 2005-2009 годах занимал пост главы НАСА. Первый заместитель главы Пентагона сертифицированный пилот-инструктор. Автор множества научных работ по проектированию космических аппаратов. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента дня. Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком. Субтитры создавал DimaTorzok